Всем привет! Хочу рассказать вам об ламповом приемнике Казахстана советского производства. Приемник Казахстан производился в Советском Союзе с 1963 года. Это трансляционный приемник, то есть он предназначен для приема сигналов вещательных радиостанций на узлах проводного вещания. Приемник работает в диапазонах длинных, средних, коротких, а также ультракоротких волн. Кратковолновый диапазон, разбитый на 4 поддиапазона. Переключатель диапазонов барабанный. Во всех диапазонах, кроме УКВ, есть плавная регулировка полосы пропускания ПЧ от 5 до 18 кГц. Приемник имеет два входа для подключения антенны. Симметричный вход для подключения антенны типа диполь, запитанной симметричной линией, и несимметричный вход для подключения любых других антенн, в том числе антенны длинный провод. Для точной настройки на принимаемую станцию приемник имеет электронный индикатор настройки. Лампа 6Е1П. Встроенного громкоговорителя у приемника нет. Для подключения внешней нагрузки выходной трансформатор имеет два выхода. На нагрузку 600 Ом и для подключения контрольных телефонов 2 по 50 Ом. К сожалению, приемник в диапазоне коротких волн принимает только сигналы с амплитудной модуляцией. То есть слушать радиолюбителей, работающих в однополосной модуляции, не получится. Конечно, существует возможность доработки приемника. Но я вам сейчас рассказываю про оригинальный вариант приемника без каких-либо изменений. Если нельзя послушать радиолюбителей в однополосной модуляции, будем слушать то, что можно. Начнем с самого низкочастотного вещательного диапазона, с длинноволнового. Включаем длинноволновый диапазон. Чтобы переключать барабан диапазонов на этом приемнике, надо сначала отключать контакты этого барабана, отводить вот таким рычажком специальным. Включаем длинноволновый диапазон. Диапазон обозначается буфкой вот здесь вот. Д это длинноволновый. С средневолновый. К1 это, соответственно, короткие волны через 5 диапазонов. Включаем длинноволновый, подключаем контакты к барабану. Что-то там слышно, но вообще вещаний длинноволнового сейчас мало. Во-первых, во-вторых, в городе много шума, много помех на низкочастотных диапазонах. Соответственно, на длинных волнах вряд ли сейчас что-то уверенно поймаем. Вот один только слышен шум и треск от всяких разных современных источников питания, импульсных. Вот приводной маяк слышно. Частота в районе 250 кГц, вот у нас на 245 кГц в местном аэропорту приводной маяк работает на 245 кГц. Вот мы его слышим. Давайте послушаем средневолновый диапазон. Я думаю, на нем должно быть гораздо больше вещалок слышно. На средневолновой они живут. Вот так работает регулировка полосы пропускания. Субтитры создавал DimaTorzok В качестве нагрузки я подключаю к этому приемнику вот такой вот динамик, абонентский громкоговоритель. Единственное, что у меня доработан тумблером. Тумблер включает обход трансформатора встроенного. Регулировка полосы позволит нам сейчас избавиться от вещалки, оставить только привод один. Делаем шире полосу, слышно вещалку. Убавляем ширины полосы, вещалка уже практически не мешает, а привод все еще слышно нам. Удобная, конечно, функция от регулировка полосы. Самый лучший отдых. Средневолновый диапазон послушали. Давайте переключимся на КВ. Короткие волны начинаются на этом приемнике. С 3 МГц. Как раз с самого хулиганского участка. На 3 МГц. Ради любителей, нелегалы, ради хулигана. В амплитудном движении работают. Вот мы их сейчас и слышим. Первый район, четвертый. Кто слышит, ответьте, 51. 50, а я вам не пострал, да хвадан. 51, кто слышит, ответьте, 51. 51, прием. Немножко, немножко подлинись. Да оставайся там. Оставайся там. Добрый вечер. Попытаюсь, как ты. Пятерка, девятка. Пятерка на плюс. Работаешь. С хорошим качеством керамика. Замечаний никаких не вижу, как раз. А слушай, подойдет Боссман. Подойдет радиоточка Советский Союз и подключит коллектив. Пожалуйста, Олег. Да, да, спасибо. Резинстанция Керамика, здравствуй, 5, я их принимаю, 95% в городе Тамбове. Близи Серебряной реки, район такой, Белый Бак, Серебряная река. Вот и живой Советский Союз. Ну а вот родолюбителей 80-метрового диапазона мы послушать нормально на это приемлить не можем, так как нет однополосного режима. Что-то жужжок на 4625 сегодня слабо проходит. Вот вещательный диапазон, здесь станции громко идут. Продолжение следует... Переключим на следующий крючковолновый диапазон. В районе 9 МГц еще прохождение есть, несмотря на то, что вечер, слично станут все разными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В любительском участке мы опять никого не сможем принять. Можно смело переходить на следующий диапазон от 10 до 14 МГц. Уже негромко станции слышно, время позднее, да и антенна у меня подключена к приемнику на диапазон 3,5 МГц, здесь на 12 МГц она уже не так эффективно работает. Самый высокочастотный диапазон коротких волн этого приемника это от 14 до 18 МГц, мы сейчас наверное тут вечером ночью уже ничего не услышим, тем более на такую антенну. Еще в этом приемнике есть УКВ диапазон от 64,5 МГц до 73 МГц, но в данном экземпляре по-моему он не работоспособен. Да и вещания в этом диапазоне практически уже не осталось, одна станция по-моему только вещает у нас в городе. Вот такой старый ламповый приемник, не очень применимый в наши дни, так как отсутствует в нем однополосная модуляция, ну и вообще по параметрам он, так сказать, мягко говоря устарел. Но все равно красивый и интересный аппарат, в свое время был хороший популярный приемник, сейчас интересный музейный экспонат. Слушайте эфир разными приемниками, смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok